Всем привет, друзья! Мы находимся в ресторане Курорт. Это Павел. И сегодня мы приготовим спаржу. Я никогда не пробовал спаржу и никогда вообще тем более не готовил ее. Но посмотрим, как ее готовить. Паша объяснит, да? И посмотрим, какой у нее вкус и как вообще будет это все выглядеть в готовом виде. Поехали! Итак, спаржа тот продукт, который тебе просто должен понравиться, потому что спаржа очень богата витамином В. Это тот витамин, который отвечает за постройку белка в нашем организме. Так что я удивлен, что ты с ним только знакомишься. Но начнем. Я даже не видел в упор его белье, да, спаржа получается. Отрываем вот тут кусочек, да? Да, видишь, она сама отрамывается. И это на всех получается тогда? Именно, да. Берем, короче, вот так. Смогу? Ну, не знаю. Удалось. Качки, ел-мое. Следующим делом мы закидываем туда, да? Погодите, сначала мы добавим вина. Вина добавляем. Да. Потом закидываем и варим, да, получается? Ну, припускание это называется. Хорошо, припускаем куда-то. А вино какое давай расскажешь? Да, в принципе, белое, сухое, любое. Белое, сухое, любое, куда идет вам. Да, в принципе, не советую связываться со сладкими. Паша, у меня назрел такой интересный прям вопрос. Думаю, людям интересным будет, сколько может зарабатывать неплохой такой, ну, нормальный повар в Эстонии? Нужно ли ехать людям с Россией, например, в Эстонию, которые работают поваром? Ну, если говорить о России, то есть такой интересный момент, что во многих именно элитных ресторанах, например, Москвы, зачастую работают эстонские повара. А, серьезно? Да. То есть с Эстонией в России? Да, но это элитные. То есть это действительно, там, для Москвы это штук, наверное, 20 ресторанов. То есть это вообще уровень топ-топ, скажем так. Ну и сколько примерно в Эстонии можно заработать? В Эстонии, в принципе, знаешь, когда-то я услышал такую фразу, она казалась правдой, что это самый короткий путь к деньгам. Интересно. То есть ты достаточно мало времени тратишь на обучение и достаточно быстро начинаешь получать большие деньги. То есть неплохо, наверное, евро 800-1000, да, примерно так? Больше. Больше? Больше. Классно, приезжайте в Эстонию. А в России сколько тогда они зарабатывают? В России я тебе могу сказать, что там очень сильно влияет от того, какое место. То есть там до сих пор есть рестораны. Ну, допустим, в средненьком каком-нибудь сколько? В средненьком, ну, Питер, ну, 80 тысяч рублей. Это неплохо, больше тысяч евро. Но при этом в Москве там даже в рублях не считают. Там только в доллар. Интересный факт. Теперь кладем туда спамную. Ух, какой запашок пошел. Интересная такая темка, да, ребят, получается? Прямо так? Да. Камеру близко не подноси. Все, 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 все. Вот так прям, да? Да, да, да. Ё-моё. Знаешь, как понять, когда в вине не остался алкоголик? Когда перестань гореть. А, серьезно? Да. Фига себе. Классно. Вот эту, да, я никогда такого не видел. Круто. Ну, что надо, наверное, посолить, перчить чуть-чуть. Мы солим, перчим. Сколько соли и сколько перца нужно? Сколько тебе нравится. Блин, сложно сказать, когда ты спаржу не ел. Шпаржу. Ну, если да, если говорим про шпаржу. Шпаржа такая щепотку, да, и того, и того получается? Конечно, половинку. А вино, оно испарится или как? Ну, оно у тебя уже весь алкоголь вышел. У тебя сейчас это, по сути, остался виноградный сок. Ага, почему спаржу именно на вине готовят, а не на воде? Нет, можно, в принципе, и на воде, но так релитам и вкуснее. На вине вкуснее, да? Впитывает вино и вкус какой получается. Сейчас ты не спишь. Сейчас ты не спишь, какой вкус. Попробуем. Ну что, сколько по времени готовим? Сколько должно промариваться? Смотри, видишь, буквально 2-3 минуты этого достаточно. Ага, не потерять цвет овощей. Все, доставаем 2-3 минуты. Нужно ли людям становиться веганами, либо сыроедами? Потому что многие сейчас становятся, и как ты к этому откроешься? Ну, да, знаешь, это сейчас действительно стало очень модным, но для меня это больше как очередная религия. Да? Да, то есть это не та вещь, которая, я считаю, полезна. То есть для организма это не полезно? Ну, смотри, есть очень простой пример, да? Две вещи. Во-первых, наш воск на 80% состоит из жира. Да. И порядка 10-12 аминокислот, которые мы можем получить только из животных белков. К сожалению, все вещи, которые сейчас завязаны на сыроедении, на веганстве, вегетарианстве, это слишком короткий период времени, чтобы делать какие-то большие прогнозы. Никто не знает, как это скажется через поколение 2-3. То есть смотри, а если человек веган, допустим, он какие-то витаминки там употребляет, ну, замещает, то есть мясо какое-то. Но есть очень, тоже опять же такая вещь, что ни один витамин не усваивается полностью. Угу, угу. Ну, поэтому... Нет, в принципе, это знаешь, это как... Но это возможно. Да, это возможно, если человек считает, что ему так лучше. Угу. Я не могу сказать, что это плохо или хорошо, это твой выбор. Ну да, то есть все зависит от вас. Ну что, и потом такой... Первая часть обеда готова. Ага, хорошо. А можно прям вот попробовать? Да, конечно. Да? Смотри, не важней. Ладно, попробуем попозже немножечко. Ну что, друзья, давайте я сейчас попробую эту спаржу. Никогда реально не пробовал. И скажу вам вкус. Если вы тоже не пробовали, то вы узнаете, какой вкус у него. Ну, честно? Не очень. Я помню, я со спаржей что-то протеин вроде пил. Какой же там, типа... Вот. И там вкус тоже очень противный. Меня обливать тянуло. Вот. Ну, на любителя, знаете, такое. Типа. Ну давай тогда мы к ней попробуем добавить утку. Возможно... Давай утку добавим. И вы, кстати, увидите на их канале. Переходите по ссылочке в описании. Мы там будем готовить утку. И это совместим потом. И может вкуснее получится. Ссылка в описании. Продолжение следует...